Кровь его на нас и на детях наших В чем смысл этих слов? В данном случае приведены отрывы к Евангелии от Матфея Имеется ввиду события, предваряющие распятие Все знают эти слова, из них много что интересного и неинтересного, страшного, ужасного было выведено Но здесь, по большому счету, бы сказал, не надо ни о чем рассуждать Означает оно следующее Вожди народа, собственно и затеющие весь этот суд Вожди народа израильского в лице своих священников, старейших Они словами своими призвали ответственность за смерть Иисуса Христа Возложили эту ответственность на себя Вот, настолько они сами были убеждены, что делают нечто доброе и хорошее Что эти слова сказали, думая, что они убивают виновного человека И поэтому они сказали слова, которые в таких случаях говорят Вот именно, что ведь если человек вместе, как это положено по иудейскому обычаю Вместе побивают камнями виновного То кровь вот этого человека, пострадавшего за свой грех Эту кровь, она как благословение ложится на весь род тех людей, которые побивали виновного камня То есть наказывая, ревнуя о истреблении греха Человек считал, что это благословение Бога Это объективно было так И считалось благословением Божьим, потому что человек ревностно сопротивлялся злу Вот, и мысль, собственно, побиения камнями в том и заключалась Что если ты побиваешь камнями человека, нарушившего заповедь Божья То этим ты не посылаешь благословение Божье на себя и на весь свой род И таким образом, кровь грешника, она являлась благословением для всего рода в том случае Если ты участвовал в наказании его за соответствующий грех Вот, используя этот пафос, хотя в реальной жизни, скажем, ветхозаветного Израиля это было крайне редко Мы видим эпизод из Евангелия, когда Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии Для того, чтобы и побить себя камнями И Христос не запрещает этого делать, просто призывает людей посмотреть и на себя Они сами не достойны ли этого побиения камнями Вот, то есть, ну, возможно, такая практика в новозаветное время, эпоху второго храма Практиковалась в ветхом заветном Израиле Люди были не способны к такому ревностному исполнению заповеди Божьей Но смысл изначально ее, почему Господь именно побиел Не вешать там, не отрубать голову, именно побивать камнями Чтобы люди понимали, что борьба со злом Это не грязное дело, которым должны заниматься недоумки Или там, безнравственные люди Что это благородное дело, общественный и церковный долг каждого Если ты действительно хочешь бороться со злом Ты должен сам активно участвовать в этом И тогда, если ты так воспринимаешь свою борьбу со злом То она является благословимой весь твой род Вот и здесь старейшина Израиля примерно из той же самой интенции исходит Но ошибочно считая, что они совершают благое, доброе дело С их точки зрения, как можно вообще сказать, что с римлянами бороться нельзя И поэтому они говорят, как бы свидетельствуют о своей вере Что мы верим, что сейчас убиваем всеобщую пагубу, всеобщее проклятие Что мы сейчас приговариваем к смерти самого невыносимого, ужасного человека Потому что он посмел себя назвать Богом Потому что и прочее, прочее, прочее За все то, за что они его ненавидят Они действительно, ну кто-то лукаво, кто-то подлинно верит Что совершает некое благое дело А раз он совершает благое дело Тогда кровь этого человека будет благословением на всех моих потомках Вот на этот момент указывает апостол Петр в своей речи И апостол Павел, коротко, но скажем, в проповеди в Антиохии Посидийской Апостол Петр, говоря, ну то есть ярко, достаточно пространно говорит Что отцы сделали это по невидению Думая, что они убивают грешного человека И невольно исполнили то, что было предсказано у пророков Собственно, церковь всегда так это и понимала Церковь никогда не считала иудеев виновными в пролитии крови Никогда их за это не обличало Никогда им это не ставило вину И самым лучшим доказательством этого являются наши богослужебные тексты Великого Пятка Где свидетельствуется исторический факт То, что иудеи играли в этом ключевую роль И свидетельствуется также духовный факт Что вообще-то до этого состояния Христа довели наши грехи Он умирает за наши грехи И в первую очередь наши грехи И наша погруженность в тьму и грех привели к тому Что Христу надо было зайти на крест А вот так на этом основании строить гонения на иудеев Такого не было До средних, даже я бы так сказал, поздних средних веков И сначала, изначально это было на Западе Потом это перешло, то есть в Европе Потом это стало переходить и в другие страны И стали случаться еврейские погромы Но которые только носили оправдание Своему насилию, своей жестокости Оправдание в виде этих слов Типа сами виноваты, мы вас сейчас накажем Но все, и тогда это было известно Что только оправдание своих злых действий Сами погромы возникали всегда не из-за этих слов А из-за каких-то вот там зависти, ревности, обид Чаще всего экономических каких-то причин Или социально-экономических причин Потому что, естественно, иудеи всегда в Европе В средние века были большими-большими кредиторами Спонсорами, а стало быть, должны были им все Естественно, это рано или поздно Особенно в бездоленных стоях населения Рождает ненависть А чтобы эту ненависть совершенно не оправданную оправдать Люди вспоминали эти слова На самом деле, никакими словами Писания оправдать, ненависти Вообще, кому бы то ни было А в данном случае к иудеям совершенно невозможно Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok